всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами хоакин и сегодня мы ребят начнем проходить новый хоррор под названием lunacy saint roads ребят честно скажу я не читал описание этой игры для того чтобы не делать себе спойлеров но я видел трейлер и мне показалось игра довольно атмосферной а ну что ж а давайте начнем играть и посмотрим действительно ли это стоящий хоррор ну что ж погнали поездка сент-роц но дальше прочитать не успел алло здравствуйте мистер от меня зовут рой милард я детектив убойного отдела полиции уэлсмота по нашим сведениям вы единственный наследник особняка ротсов в деревне сент-роц вы уже зарегистрировали право собственности впервые слышу о том что я у наследовал дом мне никто не сообщал ясно дело в том что мы обнаружили связь между вашим домом и делом которое вел почти 10 лет назад мне нужно чтобы вы приехали в участок уэлсмот нам нужно задать вам несколько вопросов и получить разрешение заодно сможете подписать документы чтобы дом перешел ваше владение без проблем но я бы хотел сначала осмотреть на лакте view the property first хорошо я приеду в сент-роц встретимся ухода в особняк понял вас буду там через несколько часов фью а уж хорошо до встречи но ребят честно скажу обычно так звонят мошенники наш главный герой как-то быстро так скажем поверил первому же звонку что он является собственником дома который перешел ему в наследство ну ладно осмотреться так идти инвентарь карманный фонарик так семейство ротс джорс ротс это мы скорее всего давайте еще взглянем что у нас есть интересного фамильная древом мой дневник а что в дневнике но пока никаких записи нету это загадочный символ чего-то кажется знакомым и все с детства страдая близорукостью без очков мир предстоит как размытая картинка но такого скуда у нас арсенал но тем не менее это лучше чем ничего осмотримся конечно перед тем как куда-то выдвигаться но мы пришли судя по всему пешком даже не такси нас привезло поздно на дороге как на зло ведутся работы пришлось выбраться выбрать живописный путь дневник обновлен посмотрим дневничок я не ту кнопку нажимаем вот но тут ничего нету в дневнике почему где мне надо было посмотреть странно вот картом открыли закрыли ладно приятные звуки уже начале игры олень но на дороге там кита ремонтные работы поэтому он решил решил пройтись так пешочком до кругом скажем так эти как его от повозок колеса то пройти через деревню попадите деревне сенс роц открывается все это здесь тоже куда-то рей путь ведет может быть нужно было и там посмотреть не знаю пока видимо игра дает нам право решать самому каким путем идти куда-либо так курятник кровь а здесь закрыто пока да потом может быть откроем но довольно жуткая деревня до изначально сразу видим что она заброшенная так заползли не можно вверх нет хотя назвать эту деревню тут несколько построек всего лишь чертов дождь пошел а не надо поискать укрытие дождя не хватало еще простых а зонтик ты не решил взять на и прогноз погоды не посмотрел очки прикольно только как это будет влиять на игровой процесс интересно ну да участвуем не будем протирать очки я думал там к это записка нет нет же не а давайте сейчас не будем дать я говорю еще раз протирать очки посмотрим что из этого выйдет мы тупо просто ничего видеть не будем ну да смотрите у нас сразу ухудшается обзор прикольно ладно куда нам идти то пройти через деревню здесь завал дождь закончился вот там это туалет да пройти нам не дадут не отдали даже открыть можно вот там чего нету окей ищем другой путь здесь почему-то мы не прошли здесь тупик а вот смотрите еще и здесь тоже не пройти нужно идти другой путь да блин карты то у нас нету найти другой путь туда не пройти до тоже не так так конечно и заблудиться можно я не знаю зачем мне открываетесь и туалет и смотрю вилка джозеф картер зачем мне все это поздравляем выдачи коллекционный предмет круто так это мы вроде на начало вернулись нет уж больно все это знакомо да ну давайте вот тут пойдем еще это вроде как другой маршрут абсолютно я изначально хотел им идти но почему-то повернул не в ту сторону а по сути это тоже самое а прикольно где мы свернули тогда не там это интересно не успела наткнуться ни на призраков ни на какие там я не знаю необъяснимые явления не нарваться какого-либо монстра но игра решила меня уже это запутать я не знаю куда идти пока что ладно сейчас будем соображать здесь мы прийти не можем не можем я вернулся да да не открыть да конечно не откроешь как ты верит проешь там смотри-ка а вот в окном так что ж ты в окно то не залез не подсказал мне я такой круг намотал эй есть кто дома да конечно нету никого дома зато свечи горят похоже нет а ты веришь сам смотри свечи так записка уильяма андерсона пусть меня обвиняют и жестокости но я должен рассказать правду я даже рад что эдвард рос пропал все считали его славным малым но я-то знаю что он повинен в страшных происшествиях охвативших нашу деревню думаю все началось его отца который погиб при взрыве а когда образы принял эдвард он начал творить еще худшие злодеяния теперь то с его исчезновение мы можем переехать в особняк всей семьей дороги фрэнк ливиан и я мы позаботимся о гарри и эдвард ничего нам не сделает блин это мне напоминает вот этот весь сюжет да сейчас про какой-то особняк там про какой-то проклятие семейно ну так я так понимаю сейчас не буду пока говорить название этого сериала кто-то ходит чуть позже если моя догадка подтвердится я скажу что это меня напомнило лишь бы не забыть кубики кубики как часто их любят делать в игре в играх кто-то как будто наверху прошелся но мы же не пойдем сразу туда да зачем нам это надо милая семейка так фонарик выключи к хочу без фонарика полем потом бери пока фамильное дерево обновлено дороги а как их смотреть сейчас разберемся подождите это то что мы по фотографию посмотрели обновилась поле фотографии шикарно сделано да такое качество пищи круто так насчет дерево как-то можно не тут смотреть лилиан ротс фрэнк андерсон уильям андерсон дороти андерсон как-то можно не смотреть нет никогда ладно я просто хотел про каждого почитать думаю можно нет нельзя подожди вот нажимаю до заперто каждое единственное будет другую часть деревни наверх короче нужно так еще одна записка письмо уильяма андерс на саймону дорогой саймон событий в особняке сент-род сводит меня с ума ты знаешь как и презираю этих родцев они настолько держимы материальными благами как будто души у них совсем не осталось вовсе не осталось они отвергли учения господа нашего и стали поклоняться злом слышал бы ты какие чутки песнопения раздаются глубокой ночи ты бы понял что все это мне не чудится ну вот ребят такое чувство что прямо напоминает мне сериал чепил уэйт дача пилой твой так он называется вот там тоже главный герой получил наследство особняком чарльз бун вроде его звали и он вместе с семьей приезжает а вот этот особняк своего дяди вроде бы где начинает твориться всякая дичь но нужно там секреты своего семейства какие они были непростые члены этого его семьи родственники все эти вот ребят здесь чем-то отдаленно уже вот этот сюжет сходится с этим сериалом может я ошибаюсь поэтому давайте продолжать играть и продолжим играть и все узнаем по мере прохождения так открываем здравствуйте я нашел карту в доме андерсен этого охренеть дом родцев главные ворота дома андерсена до андерсенов а вон дом родцев блин главное даже карта да есть мы можем бродить смотреть все изучать прикольно мне это нравится мы в доме андерсенов круто 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 это мне нравится были возможно его надо было на стриме делать все таки ладно давайте читать по сообщению службы по животноводческому и лесоводческому хозяйству уэлс мэтта у пруда неподалеку от сент-родца обнаружили туши 63 диких животных данный цинент вызвал разговор о возобновлении деятельности местных сект опять птиц отправили на проверку в лабораторию по изучению болезней животных а в нордпуле уэлс мод странные огни в лесу многочисленные свидетели утверждают что за последние четыре недели неоднократно видели странные огни на месте печальных известных раскопок подразумевается место на крутом склоне дьявольской пасти острозубые гряды неподалеку от деревни сенс-родц по словам очевидцев огни свидетельствуют о проведении никого ритуала полиция полиции пока не удалось усвоить правду поскольку погодные условия мешают добраться до места раскопок однако шериф джонсон заверил нас что тщательное расследование будет проведено как только пройдут сезонные ливни столько интересных заметок здесь кто-то собирал но андерсон да какой-то неподалеку от деревни сенс-родц раскопаны артефакты на раскопок недалеку от деревне сенс-родц на севере уэлс-мот обнаружены загадочные предметы вырезаны из дерева археологи уже установили что это не орудие труда возраст артефактов напоминающих по форме скрипку составляет почти 600 лет вероятно они представляют собой примитивные изображения мертвых родственников использовались культе предков предполагающим ритуальное погребение и эксгумацию усопших пропавшие жители необходимо провести официальное расследование исчезновение 13 жителей пропавших за последние два года жители сенс-родц сообщают о том что от родственников нет никаких вестей они исчезли и нам ничего не известно об их судьбе заявила одна из женщин у которой пропали дядя 48 лет и кузина 35 лет ребят согласитесь довольно много родственников пропал точнее людей за два года тем более для деревни для деревьев 13 человек это много очень так возвращение домой приезд сумрачный дом родцев мне позвонил эдактив рой миллерд он сообщил мне что у нас леса перешел дом принадлежавший семейство родцы сперва я не поверил своим ушам а когда до меня дошло что случилось у меня хватило не описание хватило неописуемый ужас я согласился встретиться с дать те вам на крыльце дома но от одной мысли о встрече с ним с этим жилищем меня прибирает холод и в то же время мне хочется узнать какие тайны хранит этот дом надеюсь я не найду ничего так да дальше не читается уже затишье перед бурей осколки прошлого чем больше узнают тем лучше понимаю за этим фасадом таится тема куда более зловещие чем я мог себе представить эта деревня хранит множество секретов однако никто не знает насколько они ужасны ладно что у нас пойти через деревню верну деревню вернуться опять ну ладно давайте вдвигаться но смотрите странный артефакт можно взять его нет ну как артефакт это крест с иисусом крестом поздравляем выше еще один предмет на эти предметы некоторые лежат довольно скажем так не за неприметно и не всегда ты думаешь что можешь взять их как здесь даже например с этим крестом сейчас окей что мы можем чуть сделать ухты открывается а что тут нужно пощелкать что-то вставить фонарик вообще не дает посмотреть путем радио может устраивать круто так намного лучше веселее из-за что у нас фонарик врезается маленькая текстура так все нормально а погромче сделать нельзя на вот это конечно вроде мелочь да а приятная очень что можно взаимодействие с предметами а это не артефакт да никакой секретный ну нам говорят вернуться по крут кто-то столик поставил пусть я думал кто-то стоит давайте в окошко посмотрим блин хреново то реально жутковато да короче со всех сторон стучат а че наш герой вообще не паникует хоть бы сказал такого черта ухты 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 там такое чувство что это было смерть с косой блин ты точно хочешь это сделать конечно навстречу приключениям так где 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 ну так не интересно ушла смерть но это было довольно жутковато тогда неприятно вот как раз завал был дрова так радиолюбители а открыть достижение стиме этот открыть нельзя на вот это можно до этого нельзя было открывать потому что в другом месте были с вами а что не открываешь то болен селенок не хватает ох закрой обратно ну герой скажи хоть что-нибудь тебя это не удивляет ты не испытываешь даже ужаса никакого от увиденного какие твои эмоции ты не нашел ни одного живого человека в этой деревне ты увидел что-то похожее на смерть и ты до сих пор хочешь попасть в этот особняк исследование сенс ротса заброшенная деревня похоже после всего что произошло в деревне сенс ротс я оставили на произвол судьбы весь лес пронизан каким-то мрачным чувством словно нечто зловещее вот-вот вырвется на волю нет наш герой хочет получить наследство поэтому его ничего не пугает но мы идем вместе с ним надеюсь надеюсь это не наш особняк мы же карту можем посмотреть стать да вот карта на все показывает далеко нам до дома ротсов то бегать бежать ну по трейлеру я видел вообще действие вроде как происходили в особняке а у нас тут скажем довольно обширной территории для изучения надо найти другой путь окей окей ищем ты же знаешь что мы еще мы не стоим на месте лишь бы ничего интересного не упустить так там было не пройти вот там еще какая-то калитка же была а я не пошел хотя это не наша основная цель но посмотреть надо короче нифига да тоже не пройти но возможно пока а потом что-то откроется лодка какого черта сделать лодка вроде на карте рядом никакого озера нету ни речки ни пруда ладно давайте движемся в особнячок главное не останавливаться так а что у нас здесь ладно тут что у нас артефакт нет вот это то что мы читали как раз какие-то деревянные идолы и вот этот символ до который нас изображен на дневнике интересно прыгать мы не умеем сожалению а тут можно пройти было еще смотрите-ка разветвление дороги главные ворота а это это не туда вообще на метит принципе не надо но почему бы не исследовать куда ведет эта тропа кукурузное поле хотя нет я думаю что это кукуруза что-то другое тут колодец но нам нужно идти какой-то инструмент чтобы здесь перерезать и посмотреть что находится но вот сейчас ребята я играю да не по сути нам в этой игре дают скажем так вольности мы можем исследовать то что хотим то что считаем нужным даже сейчас какая-то там пещера нет здесь были жертвоприношений и здесь что-то нам тоже нужно будет принести в жертву интересно ладно все таки давайте доберемся до дома блин еще куда-то калитка алтарь то главное ворота что-то было нет скрипучая дверь так бочку можно отодвинуть и пройти окей знаем это наверное по всей видимости чтоб попасть из дом наверно главные ворота будут закрыты но это было бы слишком легко да так попасть и в дом почему одежда чешет не открыть ну и дверь по-любому не открыть нам нужно чем-то перерезать эту проволоку я почему так и подумал когда увидел что мы можем там эту бочку и пройти так и подумал что через главные ворота значит нам не удастся попасть и в дом и мое предположение подтвердилось окей опять туалет луна такая большая красота мы добрались до поместья поместья родцев наш фамильный особняк но жутковатый да почему-то так темно стало закрыто поищите ключ от входной двери двери ключ может быть где угодно даже вот в этих кувшинчиках которые мы осматриваем потому что не просто так можно смотреть другое дело как внимательных осматривать нужно это не ясно блин хотел воспользоваться легким способом пробовать открыть окно ази его разбить окно нельзя наверное нет честно скажу такой бардак у них тут во дворе столько таких сундуков да как будто уже готовились переезду может всегда там так было а вот и ключик как я чувствовал что он будет находиться где-то в этом горшочке свечи нужно чем-то зажигать это нужна зажигалка зажигалки нету блин тут так приходится знаю как-то протиска протискнуться через это все да вы мне поняли короче нужен определенный чтобы через все это пройти протиснуться короче открыли ну что ж поздравляем мы в особняке в кроличью нору чудовищное пробуждение в особняке сенс ротс меня посещает жуткое ощущение что дом ротсов живой и ждала меня все это время его дурная энергия затмевает рассудок я обессилен и теряя почву под ногами мне нужно отдохнуть утром вечером мудренее свечек нету ой точнее нет зажигалки мне кто это интересно эти фотографии мы берем они добавляются нас вот нет не добавляется кто-то из родцев тоже вот радио можно включить почему-то радио не включается там мы включали радио без проблем здесь почему-то она неисправна зажигалка вот нашли так после того как я что были свечки может сжигать но для чего не ясно чтобы было не совсем жутко нам я думал там что-то лежит интересно так ладно давайте осмотримся некоторые предметы в игре очень мелкие и не пропустить бы их по мере прохождения может я хотел сказать как туда пока не пойдем ну вот радио заработал наконец-то ничего поймать не могу нормального что-то страшное поймали призрака наверно что-то жуткое блин музыка поймать бы какой-нибудь сейчас я довольно долго держу но ничего поймать не могу блин вот оставим краснос сфера к музыке не открыть что там часы зашумели дом наверно будет довольно большой замочен скважины не видно двери идут какие-то провода похоже она работает электричество эти часы зашумели так а что у нас вообще по заданиям найти способ включить электричество все спира снизу и обыщем дверь закрыта не показал что там кто-то есть тут тоже закрыта окей нам осталось еще изучить первый этаж правое крыло точнее левое но потом может подниматься наверх смотря конечно что мы хотим найти но дом конечно в жутком состоянии нужен ли он ему нашему герою ладно ребят давайте подниматься наверх ну честно пока ребят очень мало хоррора да больше мы решаем какие-то головоломки найти что-то чтобы что-то открыть а хоррор был буквально может быть раза два только такие неприятные ситуации скажем все закрыто кроме этой двери и тут закрыто так и что мне предлагаете делать теперь как-то сделать электричество нужно где ух ты вот там что то есть а как нам это забрать нужен какой-то предмет чем-то дотянуться ворона стукнула в окно может подсказка это так нам нужен какой-то длинный предмет чтобы забрать вот эту это рукоятка да для того чтобы мы смогли включить автомат и тем самым электричество но я не вижу рубильника и какого-либо предмета который мы могли бы зацепить он тут как раз рукоятку что тут у нас есть тут просто 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 посуда хотя нет какой-то мешочек ну странно мы его смотрим на него но взять не можем так как это взять мне чем-то нужно зацепить пока нечем открой там что у нас погреб офигеть а так сразу и не увидишь офигеть а я даже не подумал вот пробрались мы в дом другую часть дома а тут кстати какой-то кабель идет как раз судя по всему здесь мы электричество можем сделать починить пять очки паутина попала о так это винный склад винный погреб может тут нам задержаться смотрите сколько вина я не знал что твои родственники были виноделами офигенно много много-много вина вот в распределительном щитке не хватает рычага сначала придется его найти я знаю где рычаг этот но я не знаю где то есть чем я должен его цепануть понимаешь друг мой вот в чем проблема то чем мы с тобой его зацепим наверное сейчас мы сделаем следующее мы придем туда нам скажут что да ты нашел тот рычаг но тебе нужно чем то его взять а возможно мы и дотянемся его дотянемся до него потому что по сути мы сейчас продвинуться по сюжету что да мы нашли электрощиток и теперь нам нужен взять рычаг этот не знаю а как мы возьмем его как добраться может наверх там залезть и сломать нет я нашел его но как его взять а вот офигенно просто все оказалось я думал бы должен чем-то подцепить его все казалось довольно просто окей ребят продвигаемся дальше по сюжету сейчас мы тогда там с вами в рубим электричество и кстати мы находили еще один щиток а в доме андерсонов поэтому если нам дадут возможность мы заберем с собой как раз этот рычажок но если нет так нет уже будем знать как все работает в этой игре так где у нас а так вот он у меня я нашел его слушай прядь и мне нужно взять его до да будет свет так электричество я включил теперь нужно попробовать открыть электрическую дверь тщательно смотреть дом так давайте уберем тогда наверное пока фонарик нет все-таки фонарик нужен нам какой черта там что случилось как будто щиток перегорел сейчас посмотрим так нет свет то есть вон загорелась все что нужно телефон по-любому детектив звонит по-любому детектив алан наконец-то дозвонить она дозвонились детектив миллиард это вы это я джордж джордж рот а джордж здравствуйте не ждал что вы доберетесь так быстро я застрял в пути из-за дождя кстати вы уже встретили моего напарника нет я никого не видел наверное тоже задерживаться не волнуйтесь я скоро приеду хорошо до встречи но по-любому его напарник уже мертв я так думаю так это я не помню здесь я был а это дверь как раз открылась да 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 та самая дверь это другая часть дома так ну давайте внимательно все осмотрим там написано было что нам сделать нужно тщательно смотреть дом мы этими займемся ну по крайней мере попробуем так врачная фотография да но при этом качество очень хорошие чемодан кого мы тысячи из родственников гарри рот стать очень похож на джорджа ротца то есть на нас его жена была ливиан ротц так вот ключик нашли мы от чего от комнаты номер один так недоставлено письмо дорогие ливиан и сынок боюсь это последнее письмо которое я напишу я решил дать отпор чудовищной и чрезвычайно опасной силе способны уничтожить все что мы знаем дорогой джордж сынок знаешь что папа всегда будет тобой гордиться я сражаюсь ради твоего будущего с любовью гарри это батя нашего главного героя но почему он не знал что его отец его теза даже в этом доме с его матерью вообще он не знал то что отец его не знаю у нас следовал этот особняк почему-то как-то все это странно да что наш герой ничего этого не знал и оказывается а ливиан роз это его же мать так значит вот этот ребенок это отец мать на это наш главный герой слева малыш может быть он жил в этом доме но почему ничего не помнят джордж ахт давай разбираться вспоминай нужно посмотреть все кушинчики колечко похоже это обручальное кольцо жениха кто-то заходил наверху интересно что с этим колечком делать кольцо надо его бате джордж бате джорджа так ну нам осталось посмотреть что находится здесь потом возможно нужно будет подняться наверх ничего не упустил блин опять паутина ухты руки так найти кольцо жениха нашли невесты нужно идти чтобы открыть дверь в подвал круто но у нас же есть ключик это второго этажа где мы найдем скорее всего кольцо его матери давайте отправляться тогда наверх тут нельзя подняться нет как дверь неожиданно открылась я думал может быть где-то здесь лежит это кольцо может быть нет походит что ли скольцо может быть походит хотя нет какой-то ведьми мешочек ладно вот скорее сюда номер один так а я не помню что боитесь был что такое пароль какой-то там офигенно да я не помню чтобы здесь был возможно когда мы врубили электричество открыть вот эти двери вот эта дверь я не помню чтобы открыто было хоть убейте то блин закрыта ладно у нас включить двери сейчас мы откроем камин может что-то есть каменных обычно любят продать что-нибудь прятать особенно в хоррорах но нет давай ключик у нас включить а там какой-то пароль который мы должны с вами использовать только где пока непонятно здрасте никого по-любому ком-то его матери опись хранилище вес количество качество количеством доставка мясных туш 2312 это может быть какой-то пароль кстати тоже таракашки таракашки указывают путь я искал кольцо а нашел какую-то дверь ну давайте пройдем если получится сила чем-то избавишь нас нечем стукнуть даже так ребят есть предположение где может быть черт это не то обратно это двинуть я просто может быть там что-то я упустил кольцо матери где она может быть я почему-то был уверен до последнего чтобы его найдем здесь но я ошибся я непростительно ошибся что-то сломал а но закрылась 1321 где найти кольцо невесты прикиньте а я думаю что-то открываю здесь нет нельзя двинуть никак шкаф нет там вроде как проход но нет ладно смотрим дальше так давайте подумаем где можно идти кольцо невесты я вот теперь маленьком замешательстве по сути мы открыли эту дверь и но не продвинулись никуда по сюжету какой-то предмет нужно чтобы сломать это ну странно что здесь нет кольца еще раз повторюсь очень странно в окно вылезти никогда может не спуститься нужно как вариант потому что пока что я не знаю что делать нам здесь игра нам тоже не подсказывает можно спокойно выйти но я думаю что не надо пока нужно это думать что здесь лишь бы не было кольцо в доме андерсона да чтобы нам не возвращаться не нужно было обратно если возвращаться нужно будет это будет жесть так ну здесь мы все осмотрели вот эта дверь закрыта какой предмет можем взять чтобы силой там сломать замок ну по-любому где-то в сарае наверно или в мастерской здесь мы точно ничего не найдем такого ладно пока движемся смотрим дальше ух ты вот это интересно уже мы видели чей-то призрак может быть она увидела что мы забрали кольцо может быть она положила сюда кольцо наверное надо следовать за ней призрак там укажет где находится кольцо второе мне так кажется но не просто так же она появилась ну вроде как идем за ней ну может кольцо нужно так ну вот одному кольцо надели второму надо но игра играть внимательно нужно смотреть дом все-таки где ты что-то я упустил на улице может быть нет кольцо никак не пробраться к сожалению там ничего и нету где она могла спрятать кольцо я конечно могу идти на улицу но нам сказали смотреть дом так и вышли мы совсем с другой стороны может где-то в сарайчике что-то есть там а какой-то инструмент полезный для нас чтобы сломали замок ну я только так думаю здесь по любому мы не сможем открыть тут какой-то сарайчик был вроде так да просто нужно попасть в него ну может быть не сарайчик мастерская ребят смотрим как туда попасть и вот ну конечно закрыто на твою же ты меня расстраиваешь ну и по сути тут больше то ничего и нету в сарайчик мы не попадем а хоть бы написали что нужно туда чтобы попасть и бочки не двигаются нет давайте обойдем еще нет здесь точно никак не пройти здесь забор везде гранат здесь не пустит вот ладно нужно начать смотреть все таки дом а там что-то вроде засветилось а может и было уже я просто просмотрел здесь ключ мы нашли вспомнил а здесь ничего нету там дверь завалена что-ли ребят вообще прохода нет короче ну игра говорит что нужно дома искать что-то ну как что-то ключик здесь надо говорить что ничего нету на второй этаж подняться опять блок пока непонятно силой нечем стукнуть ребят прикиньте я нашел ключ и знаете где он был он был под письмом он был под письмом вот под этим то есть я его не брал это письмо я думал что его взять нельзя а он был под этим письмом офигенно да а я зря столько времени пробегал по дому ладно пришлось купить 8 туш в соседнем уэлсмоте мои запасы опустили а мне нужно продолжать эксперименты вчера все привезли и разместили в хранилище без всякого шума за доставку свежих туш пришлось оплатить посреднику кругленькую сумму однако разложение повредит эксперименту а у меня не осталось шансов на ошибку офигенно да ребят там ключ лежал а я хожу 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 так вот конечно без фонарика намного атмосфернее но темновато а с фонариком сразу как читер может потемнее настройки сделать кстати в игре что нас с изображением ну вот в принципе изображение еле заметное все правильно сделано так и должно быть а с фонариком так ладно так что я хотел сделать что я хотел сделать я нашел ключ да но я не посмотрел откуда он простой ключ и открывать дверь где-то за пределами особняка а ну это знаете где скорее всего ребят это как раз тот сарайчик наверное про который я говорил мне кажется да только надо вспомнить где он находится вон смотрите да сарай подсветилось сразу что этого не был показан я так и думал чисто логически что нам нужно какой-то инструмент взять в сарай или в мастерской но для того чтобы попасть нужно был ключ вот этот который блин вообще так лежал под письмом конечно офигенно офигенно туши чьи то они лежат походу давно так вот это как раз там то что и нужно болторез в народе его называют ну или кусачки называйте так хлипкий болторец полезный инструмент конечно но понятно все можем теперь мы спокойно все кромсать ломать надеюсь больше ничего нету ух ты трупы появились смотрите фонарик уберем так более жутко становится герой а почему тебе не страшно тебе абсолютно не страшно ты должен бояться это же люди повешены а прикиньте закрыты еще все видение прошло так нужно сразу открыть ну в принципе зачем торопиться нам нужно пока в дом мы потом сможем открыть если нам понадобится главные ворота ну кто то идет так дуб сделан конечно специфически так нам нужно было на верже да там комнатка вот это отлично да 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 инструмент сломал а я думал что еще будем использовать его где-то черт все мои надежды разрушились вместе с этим инструментом так слитой крови 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 здравствуйте закрыта по любому комната матери какая музыка хорошая можно и так походить палец офигенно вручальное кольцо кольцо невесты здравствуйте но вроде мы должны были испугаться но мы не испугались и мы почему-то видим постоянно эту женщину уже второй раз я кстати ребят видел в трейлере тоже игры и она как-то видимо замешана будет во всем происходящем в этом доме проклятие этого семейства только кто это мы пока не знаем но по-любому это кто-то из родствов кто-то из дальних родственников нашего героя все они были прокляты как прямо чарльз брун ну и его семейства это из реала чиплэйт про который он говорил так ладно что мне нужно было сделать мне нужно было попасть и попасть и в дверь дверь который открывается с помощью электричества да после этого мне нужно было попасть и в комнату с руками одно кольцо мы нашли сейчас второе положим в принципе и дверь откройся да только сейчас сарай написали закроем дверь пока что за комнатка герой тебе не страшно так заметки эдвардом устройство для межпространственных путешествий а сие устройство весьма затейливое изобретение созданное посредством сочетания кристаллов и содержащие загадочную силу а если должным образом положить на него крест произойдет удивительное превращение всякому кто захочет отправиться за границу этого мира следует быть готовым к самым предсказуемым последствиям поскольку в этом невероятном измерении творятся невообразимые вещи так включаем подождите-ка где у меня там фонарик хотя и так светло можно и без него ну охрененно да здесь у них такое подземелье оно по масштабу больше чем сам дом здесь поставить на эти все коридорчики все таки чем же вы занимались а семейство родцев вот мы и нашли с вами кусачки бокорез называется правильно кажется это странное устройство не работает на нем есть углубление в форме креста я вот такой крест где-то находил похоже мы смотрели его но не брали какой-то демон нарисован ну короче я примерно догадываюсь что может быть здесь если я прав конечно но теперь мы можем попадать а попасти в те скажем так места где раньше не могли теперь мы можем открыть главные врата что нам говорит узнаете как работает механизм а у нас же инструкция была ну-ка вот крест который мы читали крест нужно идти да не надо так прикалываться зачем открывать нам и так комфортно отлично звонит наш друг детектив послушайте идите колодцу а в кукурузном поле под ним катакомбы там вы найдете то что ищите скоро мы поговорим снова кто ты кто ты эй постой кто это вот черт кто-то незнакомый ну вот сейчас справляемся к колодцу ух ты звук колокольни что это колокола я был в полной уверенности что деревни заброшены так я тоже приятель так же думал ну видишь как вышло все нас обманули с тобой я пошел другим путем но нужно все таки открыть там ворота чтобы моя совесть была чиста потом идем к колодцу дождь в этой игре бывает хаотично да я так понимаю инструментик все отлично только ты не ломайся пожалуйста больше как болторез так здесь тоже можно здесь достижение пять раз попытаться открыть закрытую дверь давайте до колодца сходим ну ребят честно скажу пока по поводу хоррора не скажу что эта игра пугает она больше подвязана скажем так на решение головоломок и сюжета но сюжет это всегда хорошо я люблю в игры где проработан сюжет как например в этой игре но мне кажется довольно неплохим и я повторю что мне очень сильно напоминает сериал про который я говорил ранее про заброшенную деревню про культ и проклятие как раз вот этого рода кем мы играем потом одного из потомках этого проклятого рода этого семейства так блин а что я вообще не тем путем пошел да мне нужно колодцу а колодцу нужно вообще было смотреть и свернуть где я блин пробежал заговорился короче как это обычно бывает если хоккей начинает говорить он забывает вообще что хотел сделать ладно сейчас добежим нет я надеюсь что конечно по мере прохождения все таки хоррор мы увидим пока как больше какой-то мистический триллер что за тварь герой скажи что-нибудь ну как ты на этот реагировал что-то пролетело прямо сейчас ты же видел я поражаюсь над выдержкой его так до колодца мы почти дошли вот это мы можем кстати как сохраняется игра авто сейф да просто что-то я не посмотрел спустились катакомбы катакомбы прямо в колодце были офигенно кто-то что-то сказал какой-то чел убежал от нас слушайте а мы пройти не можем да факела нет не хотят так алтарь мне сказали спуститься я спустился но что делать то надо к алтарю подойти может бочку где-то сдвинуть надо крест вот я нашел странный крест в колодце кукурузного так да крест нужно применить ясно давайте отправляемся обратно в особняк правильно же иду ну относительно да вот с какой легкостью да все таки наш герой уже забыл что на чем вообще прибыл изначально хотел осмотреть особняк чтобы знать что на себя представляет чем он будет владеть и должен встретиться с детективом но сейчас мы уже занимаемся тем что спокойно бродим по дому видим странные вещи и наш герой не пугается он продолжает в окне свет загорелся там какая-то женщина ну женщина которую мы видели и он спокойно продолжает бегать брать какие-то оккультные предметы и он уже не понимает с какой цель он хочет сейчас вообще этот ритуал провести для чего для чего ему этот ритуал провести с этим крестом что это ему даст почему он не задается этим вопросом для чего ему этот ритуал если бы сейчас на него нападали какие-то духи я понимаю или бы кто-то из его родных был проклят и он про это знал бы а не то что почитал по запискам все равно мотивация конечно у нашего героя не совсем ясна по крайней мере для меня ладно а самое главное что детектив не звонит так нам нужно было в подвал же да? да вот эти манекены да конечно да заставляет чувствовать себя некомфортно да как так? ты что издеваешься? почему я не могу попасть и? ну это временно да по-любому откроется дверь сейчас что? кто там? ух ты привет красавица кто не хочет открываться прикиньте и здесь я пройти не могу ну вот ребята я говорю да вроде бы эти моменты все сделаны так чтобы напугать нас да но они не пугают почему я не знаю что что я не знаю что 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 такого вроде бы все правильно сделано вот эти скрипты все триггеры которые должны были прописывать в игре но они не пугают я не говорю что игра плохая конечно кажется что странно устройство не работает на нем да 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 все понятно вот кресик мы поставили перевернуть просто его наверно надо вот как здесь обозначено демон засветился какой-то добейтесь до входа двери особняка в рот мой фонарик здесь бесполезен тьма словно поглощает весь свет но здесь же не темно а тут смотрите тупик а нет такое чувство что мы переместились в какой-то раз вообще другой мир другой другую эпоху временную блин хрен знает куда идти я просто бегу и все и в доме творится какая-то дичь что-то не то со стенами куда бежать-то короче типа нужно из дома просто выбраться типа герой наши напуганы все а здесь можно подняться наверх то раньше не могли мы блин все равно нельзя короче типа нужно выбраться просто из дома но это не так просто сделать смотрите дверь заколочена мы знаем что еще другой выход но он тоже заколочен наверное не все заколочено окей тогда надо через это странные люди ходят души так ребят ну что наверх поднимемся на других у меня предложений пока нету так здесь заколочено здесь закрыто слушайте но мы вот вернулись обратно наверх да ну здесь чего нету значит нужно было ползти входит так здесь я все правильно делаю блин тут закрыто все вот там я вижу какую-то дверь а нет нет это абсолютно не то слушайте но что тогда делать то игра где мы ошиблись где мы ошиблись подскажи нам какие-то стуки то мы слышим может в окно выпрыгнуть нужно было нет главное дверь это точно закрытая вот она не открыть ну я вот говорю что не открыть блин так слушайте а вот здесь еще дверь балажа да тоже закрыто блок да я слышу что закрыто на улице походу никак не выбраться а вот это что за дверь такая здесь мы не были здесь мы точно не были я вообще начни по тому пути пошел да как не потому я отсюда пришел да слушайте что вы делаете нафига так может быть нужно сюда да вот это походит на правильность нашего решения нельзя играть сказали наверх да картина безображна кажется один фрагмент специально отрезали фрагмент с кем все любимым для ребенка найти пропавший фрагмент картины а где он может быть и большой ли он можно ходить по всему дому и не найти его ну сейчас он по идее должен где-то появиться фрагмент мы можем увидеть наверное на самой картине или на стене но это будет сложно сделать конечно тем более мы не совсем знаем как сейчас здесь все предметы отображаются но вряд ли он где-то появится локация где мы начинали с вами игру ну как начинали вот эту действию скажем этой главы по сути по сути это может быть а почему там ну-ка подруга не отойдешь по сути по сути может быть на кухне или на втором этаже но он должен быть скажем так на видном месте мне кажется ну прикиньте он в этом как его ну здесь вот да в подвальчике может его не было сейчас появится обидно бы то есть нужно было возвращаться обратно полностью здесь нету точно короче ребят так у нас что остается проверить второй этаж и потом 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 второй этаж и вернуться обратно больше нет вариантов давайте на второй но не должны разработчики сделать так чтобы мы искали очень долго его это не предстающий элемент короче нужно спускаться вниз по ходу обратно возвращаться здесь потому что нифига нет ребят ладно я офигеть он где-то был подождите если он будет где-то 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 в начале даже не в начале а вот из комнаты с которой мы вышли с вами сейчас интересный главный фрагмент сказали а где-то фрагмент искать ну ладно вот назад вернуться нельзя знаешь фрагмент где-то должен быть там 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 локации той локации что такое светится там мы знаем как он выглядит примерно а вот это что такое маска офигеть ты издеваешься что случилось где что открылось что-то наверху происходит блин я нифига не понял что произошло короче нужно опять нажать на этот механизм подняться по ходу наверх он что-то двигает ну вот что непонятно а ясно нужно было проскочить ну-ка нажми почему-то не хочет сперва хотел сейчас не хочет ладно ползем сейчас найдем значит картинку мы эту достающую часть комната интересная письмо письмо почитаем письмо мы любим читать дневник эдварда сожалению болезни элизабет боюсь эти мои эксперименты повинны в том что я навлек на деревню после заболевания элизабет впервые в жизни я ученый рациональный человек взывает высшим силам терзаемый виной и отчаянием я готов на все чтобы спасти мою любимую я обязан исправить все а пока еще не слишком поздно прикиньте это дневник жена сдан а наш написано что пропавшие короче пока ничего не понятно но мы все узнаем все узнаем по мере прохождения пока нам нужно найти открываем недостающую часть рисунка ух ты вот это интересно красиво заметки эдварда имплантация демонического рога в глубинной мере я отыскал книгу по гибели ее страницы хранили секрет к созданию лекарства от хори элизабет плоти нужно присоединить демонический рог заигрывать с темным искусством весьма опасно и я тревожусь о последствиях однако я готов на все чтобы спасти возлюбленную элизабет короче что мы знаем нашего друга элизабет надо посмотреть наше древо элизабет элизабет ротс опустошенная элизабет мы знаем следующее что я забыл как зовут там героя короче его возлюбленная элизабет ротс которая является нашей дальней родственницей хворала и он чтобы спасти ее использовал какие-то оккультные ритуалы предметы которые видимо нашли при раскопках при раскопках археологи вот вылечить ее вылечил с помощью этого демонического рога но при этом он проклял весь рот ротсов и эту деревню следовательно почему мы сейчас и видим что творится вот такая вот дичь но это только первое что мы узнали я думаю еще будет много чего интересного давайте сядем посмотрим но у меня обманули фильма нету закрыто отодвиньте стул пожалуйста вот так вот да но я об этом и просил сразу только не шибаните меня этим стулом я умоляю паутина нет не люблю паутину во что-то упало это не то картины летают блин вроде бы я не знаю насчет смотрите подсветки в игре так изображение яркость но у меня сделано что вообще в принципе я не вижу эту эмбрему так вот вижу просто как будто временами кажется что в игре слишком ярко все ну давайте сделаем так попробую вот так вот потемнее да который слишком светловато было давайте вот так вот сделаем на темнее сделал слишком темно тоже плохо наверное будет фонарик пока у нас не работает так а что 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 вот здесь тоже пройти до ключ ключ отец к интересно чей ребенок здесь жил протери шары блин я думал нашел какую-то часть рисунка нет видимо еще так чей ребенок жил так это пойти мы тут жили нет просто наш герой не помнит так ключ номер четыре до открывай крестики ух ты какие суровые дядьки и тетки и дочки все суровые а вот и недостающая часть и да и как так и думал что будет ребенок фрагмент картины верняка представляет важность может он где-то ну где он мы знаем где его нужно ага хочу посмотреть хочу посмотреть блин посмотреть не дали спугнул 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 детские детские вот эти крики я не люблю о начинается что-то интересное пригнитесь чтобы вас не видели ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты ух ты неужели мы должны теперь прятаться от этого демона элизабет ну короче я присел и все никаких проблем тихонько идем элизабет даже и не против что мы идем за ней так я вот не могу вспомнить куда мне нужно идти вроде бы сюда бежи элизабет не надо а ну ожидаемо умрите впервые в первый раз мы умерли ну короче ребят погибли мы ну ничего страшного ничего страшного а то мы знаем что ожидать от этого призрака так ладно сейчас мы должны были взять элементы мы не взяли таки что ли подождите взяли пока прячемся самое фиговое что она может появиться и исчезнуть так сейчас короче мы идем за ней тихонько изучить бы ее темперамент что она любит делать ух ты чуть чуть да и попались бы сейчас короче ждем она уходит мы идем сразу элизабет элизабет я знаю ты хорошая блин ждать надо короче смотрите под ноги да но не ходить типа по стеклу а как не ходить то по стеклу я и так тихонько иду уже не могу как-то еще тише идти элизабет все я ухожу ладно при этом был познакомиться родственник ты наш родственница ладно может чуть и даже на м к нибудь там про бабка бабка не знаю ладно включаем ложим картинку на место эдвард рот кстати вот этого жена а то что мы видели там краснофотографии а что за девочка тогда была а что за девочка тогда была у них там гарри рот с отец нашего главного героя на фотографии там девчонка была или это был гарри отец нашего героя не знаю но все довольно интересно так подождите мне нужно поставить вот эту фигню бах по башке и мы взяли ключик 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 какой-то шкатулки найди путь в мир живых в путь мир живых у нас единственный это это вернуться 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 обратно 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 в ту комнату мы по любому выйти не сможем да черт твою мать элизабет не шути наверх тоже закрыто фонарь короче не работает пока да твою мать все двери закрываются черт придется убегать обратно но я спрячу за пианино она не может пройти просто напросто смотрите сюда блин запалил опять не трогай ну это баг скорее всего в игре что она не может меня тут достать куда ты делся куда ты ушел ну я так понимаю что она говорит короче сейчас мы попробуем хочу сказать не знаю что делать тихонько за ней и ну ну вроде бы сейчас ярко свет другой отрегулировал мне играется довольно комфортно не знаю конечно как на ютубе бы все смотреться а там дверь открылась кстати открылась 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 бежим да дофигово подстава когда дверь закрывается т.к. ucken т.к. твою мать поймала разве неправильно бежал один возможно неправильно короче ребят я предлагаю эту серию завершить здесь на этом месте и скажу следующее но на мой взгляд получилось довольно неплохая игра поэтому будем мы ее с вами проходить но я еще не решил а стоит или лучше и пройти на стриме дальше или также записывать видео в формате летсплея пока я не решил поэтому как вы считаете лучше пишите комментируйте а я почитаю ваши комментарии и решу как лучше будет сделать для вас но с вами был хоакин подписывайтесь на мой игровой канал ставьте лайк всем пока и до новых встреч пока пока